Итак, с вами Топгай, мы продолжаем играть за наши казачьи войска И мы находимся в непростой ситуации На западе Украина напала на нас, на севере война с Россией Но мы не сдаемся, мы захватили железнодорожное орудие, захватили Волгоград, Астрахань И будем только продвигаться вперед, хоть и скорее всего очень медленно Но с вами Топгай, и если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем И вот она, железная дорога достроена, теперь у меня здесь есть нормальное снабжение Причем, заметьте, оно еще и вот сюда достает, то есть все наши войска теперь снабжены А у России наоборот, нехватка снабжения Здесь вообще, как вы можете видеть, коробки такие, немножко краснеют, хотя периодически желтеют Они теряют теперь снаряжение, а мы нет Впрочем, у них 100 военных заводов, а у нас 25 Ну и нужно теперь будет думать, как нам куда двигаться Я думаю, стоит заводить войска вот туда Взаски на мультиматум начинаются Нужно сейчас будет какие-то делать действия по окружению дивизии Так что вот здесь вот, мне кажется, проще всего будет Переправляем туда побольше прям войск Этот город, я думаю, мы сможем удержать вполне себе двумя дивизиями Если что, мы есть откуда нам перебросить Так что будем сейчас начинать здесь проживные действия И да, атака уф Касарство плюс 40 нового командира плюс 56 Это просто реально уф Это мы еще не взяли вот это вот Я бы, наверное, хотел все-таки докачать сначала доктрины Сразу пытаемся вот так вот атаковать Здесь оставляем, конечно же, дивизию на прикрытие флангов И, по-моему, да, по-моему, эта дивизия все Эти, точнее, три дивизии все Прекрасно Добиваем И добиваем теперь эту провинцию Ну что, начинается наша операция по уничтожению России Казачья Краснов В принципе, готов Следующий, наверное, какой-то прорыв будет куда-то вот сюда Вот это все окружить Наверное, я бы тогда Стрелировал бы войска еще вот сюда Как-то вот так На западе этом Украине нас не пробьет Мы еще и фортификации там достраиваем В принципе, как будто Да, как будто Эта линия обороны у нас идеально готова Какие-то войска туда-сюда бегают Нам надо еще понимать, что Теперь еще по-назначению вот здесь вот Но Дальше мы будем заходить сюда Тем будет шире наш фронт И это проблема Возможно, я сейчас немножко поокружаю здесь войска И пойду Попробую победить Украину Потому что это будет проще И фронт у нас как-то будет чуть-чуть постабильнее Если мы будем прорываться сюда Ну У нас он будет расти просто сразу в несколько сторон А здесь же достаточно просто у нас все получается Начинаем здесь прорыв Там прорыв И будем сейчас соединяться Возможно, я знаете даже, что буду делать Так, оставляем, конечно же, войска на прикрытие И вот так мы, наверное, делаем Здесь тоже одну дивизию оставляем Они пытаются отступить Но это им удачи Вот таким вот образом Происходит Прекрасное наше окружение Давайте даже вот так Чтобы наверняка Прелесть Здесь теперь мы можем спокойно добивать Все чудо Так Отлично Сейчас Блин, ну Наша дивизия еще и быстрая Это несомненно огромный плюс Сейчас Пойдет потихоньку, как говорится Пытаемся также вот здесь тоже окружить танки Наверное, я бы снял вот эти дивизии Отправил бы их вот сюда Даже, наверное, вот сюда И Добиваем вот здесь вот и все Этот фронт пока что игнорирую Наверное, оставлю лишь небольшие здесь войска На всякий случай И вайпы готов Да Прелесть Все это идет сюда Кроме, как я и говорил Здесь мы оставляем Минимум дивизии Так, чисто на всякий случай В камышин сейчас мы зайдем вот отсюда Эту дивизию, пожалуй, оставим здесь И очередное окружение Можно считать готовым Слушайте Мы сейчас, наверное, да Действительно можем вернуться просто вот сюда Россия пока бездействует особо Ничего не делает Так И вот так Зажимаем Теперь этих ребят Вернемся, наверное, да На наши исходные позиции И повторим упражнение Так сказать Вот так вот делай каждый день Волгоград болеть не будет А мы здесь зажимаем Тоже приятно Любая дивизия вообще приятна А такие количества И особенно танки Вдвойне приятны Потери, конечно же, сразу растут И дивизии уменьшаются Более того, они пытаются Коттер атаковать Ну, удачи Все, что я могу сказать Наверное, стоит нам Да, во-первых Во-первых, мы повторим данное упражнение Видим, это очень полезно Для здоровья нашего фронта Говорится Так, а здесь что, ЖД? Да, здесь ЖД Поэтому они так быстро пошли сюда И, наверное, стоит сделать нечто похожее Здесь на Украине Потому что, вот, допустим Здесь через север Вот сюда прорваться Как будто можно будет И вот отсюда тоже Вот просто здесь Блин, ну здесь не из двух направлений Ну ладно Давайте, да, наверное Перебрасываем войска вот сюда И отсюда тоже снимаем Войска Вот в этом направлении Там параллельно тут Германия начала воевать Там вот эти ребята сейчас будут воевать Но нас это очень мало интересует У нас целая тотальная война Начинаем мы с севера обходить Начинаем также здесь прорываться Сейчас мы, кстати говоря, сможем Да, вот здесь вот вайпнуть Фронт будет только расти Поэтому я дополнительно Вот отсюда силой перебрасываю В одной дивизии на провинцию Мне по ощущениям хватит Начинаем здесь заходить Прикрываем наши тузы Тузы, ребята, прикрывать обязательно нужно Вот таким вот образом прорываемся дальше Здесь дивизии идут вот сюда Одну, наверное, отправим сюда Одну оставим прикрывать нас И вот оно готово Непосредственно Давайте сделаем вот так И будем зажимать Так сказать Казацкий зажим Казаками У нас появляются бомбы Это значит, что мы можем себе позволить Уже, во-первых, истребители эти улучшить Во-вторых, конечно же Начать уже производить первые штурмовики Прекрасно Авиация наша поднимается Истребители здесь тоже нам помогают в боях Это прекрасно Здесь также пытаются как-то атаковать Опять они выходят на эти позиции На которые будут догореть Прелесть Еще мы оттянули отсюда тоже войска Что очень полезно Потому что эти ребята, ну, истощаются Рано или поздно они закончатся Если мы им чуть-чуть улучшим ситуацию Ну, они так или иначе проиграют Но чем больше мы войск сюда перетянем И их повайпаем, тем лучше Тем дольше И позже это, как говорится, будет Средняя защита, но Нет, это не спасет этих ребят Они все равно закончатся И у нас немножко мобилизовались люди Поэтому можно попробовать еще сделать Немножко дивизии Не хватает нам чего-пехотки внезапно Ну, нам производим Ну и что, давайте продолжаем Наши вот эти войска переходят сюда Будем сейчас, наверное, вот в этом направлении Планировать атаку И окружать вот эти дивизии Включая танк Потом, наверное, на север Все очень усложняется тем, что здесь граница России Может быть, даже есть смысл не добивать Последнюю вот эту провинцию Чтобы не увеличивать фронт с Россией Но посмотрим Ситуация, как я и говорил, непростая Забавный факт Они нам все еще уже ГД оставляют Ну, как бы оставляют, и ладно Хотя я бы предпочел, чтобы они его забрали Чтобы По-моему, здесь они начнут гореть Но я не уверен Вот они опять пытаются в атаку Но вряд ли у них что-то получится Здесь желтое Но мы понимаем, что это на самом деле красное Они не пробьются И пока украинские войска не окопались Начинаем пробиваться здесь Правда, уже не тормозим И развиваем наступление Скрепляю здесь его дополнительными войсками Вот в те направления мы идем Идем по большому кругу Потому что я чувствую себя достаточно уверенным В том, что я смогу так сделать Вроде как все прекрасно получается Но это уже начинается новый воздушный регион Что на самом деле немножко для нас опасно, я бы сказал Давайте, наверное, сделаем как-то вот так Но, все равно, смотрите Здесь нас не пробьет Эти войска отступают обратно в окружение Здесь мы одну дивизию оставим Прелесть Ловушка Джокера захлопнулась В очередной раз И вот здесь вот еще что ли был проход Или что, походу, да Но теперь нету Все, это все вайбнута Прелесть Кто придумал здесь добавить миллион провинций Ну, зачем? У меня только один вопрос Ну, ладно Концентрируемся дальше вот здесь вот Идти, наверное, в северное направление Здесь вижу слабые позиции Надо, конечно же, ими пользоваться Тем временем фронт растягивается И, наверное, мне придется вот отсюда Перетянуть, ну, как минимум еще одну дивизию А по ощущениям все две Что меня немного напрягает Потому что здесь вот эта особенно провинция Очень важна Она дает нам возможность Вокруг Астраха не обходить Отсюда так не обойдешь Удобно И мне бы хотелось ее сохранять Но пока как есть Либо Ахмуты припели А вот соседнюю провинцию нет Но туда уже переходят войска И давайте дождемся Вот так сделаем Сейчас здесь будет микро В этих микропровинциях В которых неудобно воевать Да, нужно точно больше дивизии Но не хватает Не хватает Сейчас попробуем Ни хрена непонятно, что здесь есть Вот кто это придумал Но никаких хороших слов Я не могу про этого человека сказать Зачем здесь добавлять миллион провинций Как говорится Два человека в аду Самые плохие места получают Тот кто сделал вот здесь вот столько провинций И тот кто сделал вот здесь вот столько же провинций И возможно это один тоже человек Итак, здесь зажали Сразу же пытаемся туда поджать еще Здесь также поджимаем Но вот эту, наверное, дивизию мы отправим Да, так я и хотел Нет, не хотел я, конечно, не так А вот так Здесь обе Нет, подождите Не обе стороны без речки Давайте-ка вот сюда ее И вот сюда Здесь без речки будет атаковать Непонятно, соединены ли эти провинции Но судя по тому, что фронт все-таки тут идет То, наверное, нет И да, мы здесь выбиваем дивизию Не спеша, но успех есть Блокируем здесь вот Хотя у нас, да, не суперудобно здесь блокировать Но мы точно можем Вот здесь вот вайпнуть уже две дивизии Давайте делаем вот так И да, забрасываем сюда все больше войск Закрыть это окружение Но должны, должны закрыть Сейчас эта дивизия, да Уничтожится и сразу следующее Успевают и успевают Они зареинфорсит Ну вот оно Закончилось, закончилось Здесь у нас вроде все в порядке Нужно укрепить Вот отсюда, кстати говоря, можно еще две дивизии перетянуть Все обязательно надо это сделать Вроде должны справиться Но окружение будет не таким большим и приятным Да, ну все еще Четыре дивизии Это лучше, чем ничего Потому что у нас Каждая дивизия на счету Ну и так здесь я беру Военно-обязанное население Потому что, ну А мне здесь ничего лучшее нету Мне нужны люди Ладно, я подумал Знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот так Да, пожалуй, это будет поинтереснее И подобиваем здесь, что есть Это, конечно, опять-таки увеличит наш фронт с России Но Так или иначе Вот это бы Никуда не деться Сейчас еще, наверное, будем вот сюда правильно атаковать Двойной клин, как говорится И есть еще одни окружения Прекрасно Теперь мы, по-моему, сможем эти войска добить Они никуда не отступят Делаем вот так Чтобы они довайпались И вот так, пожалуй Надо этот фронт тоже укреплять Да, здесь должен быть вайп Прелесть Ну, конечно, не забываем теперь оставлять здесь дивизии Фронта продолжает растягиваться Хотелось бы мне немножко подавайпать их снова Но такого варианта у нас нет Также я вижу вот такие провинции, которые мы можем просто пропушить И нам нужно добить Украину раньше Потому что, ну, такой фронт мы еще хотя бы сможем как-то Вот такой, как я уже и говорил, в два раза больше нет И вот они проблемы Но Но это не пробьется, нет Красным это фейковая информация Такое не пробьется Но это уже значит то, что Россия готова здесь нападать Хотя вот здесь вот Всегда будут проблемы Из-за этого они всегда будут не очень хотеть нападать И очередные Так, нет, не очередные Сейчас будут очередные дивизии окружены Если, да, я немножко не теми войсками кликнул по ним Да, из-за этого не будет окружения Увы Ладно, мы скоро пройдем этот ад мелких провинций И тут Будет посвободнее наши кавалерии Здесь я встречаю леса Поэтому мы, я думаю, должны Наступление откуда-то с этого направления вести На север Как-то вот так Хотя это, конечно, будет очень длинное наступление Поэтому давайте начнем Каких-то окружений вроде вот Бахмута Что-то такое Я вижу из-за ему точку Вот здесь вот кавалерия Не сильная, а очень слабая Вот здесь мы сможем, я думаю, пробиться как-то Ну, я думаю, надо параллельно Не лениться Скажите, это было нашим или нет? Да Надо здесь, конечно же, вернуть эту провинцию И просто я хотел сказать Не лениться И вот здесь вот Подстраивать фортификации Против нового фронта Ну и стоит, наверное, закупать немецкие винтовки За месяц 2500 получить Это очень приятно Сразу отсюда бьем в Краматорск И даем им передохнуть Здесь, наверное, подтягиваем Эта позиция нам не страшна Ну, не страшно эту позицию, так сказать, открыть И таким вот образом мы, я думаю, сейчас можем пробиться вот здесь Плюс, наверное, стоит начать задушить Бахмут Вот как я и говорил, вот это вот самое главное Если все так тут зайдет, нам абсолютно плевать Не забываем, конечно, подтягивать какие-то войска вот отсюда Как вы можете видеть, кстати Контролем мы все вручную У нас общий батлплан и все дивизии в одном То есть все здесь сейчас контролируется вручную И, по-моему, мы сейчас, да, берем Новогородское Сразу же туда заходим войска эти Эти можно, на самом деле, ставить вот здесь вот И пробивать сюда Прекрасно, еще две дивизии Как я и говорил, каждая дивизия на счету У нас что, на самом деле, уже и в Украине Здесь у нас нет войск Еще нет кораблей, чтобы Что-то здесь сделать, так что да Кстати, этот флот будет нашим флотом Прекрасно Дивизии удалены, отлично На самом деле, укрепим немножко здесь фронт Здесь вроде все так же стабильно Прекрасно Сюда я сейчас перебросил еще одну дивизию Но мы ее можем уже возвращать И да, нас начинают пушить вот здесь флот Что я могу на это сказать? Так, во-первых То, что я неправильно увидел, как провки устроены Но, что мы можем вот здесь вот сейчас Их на это, за это наказать Кстати говоря, тоже линия фортификации Видимо, украинская Да, судя по всему, по каким-то, не знаю, ивентам, решениям Но, теперь пользуемся ей мы И продолжаем сейчас душить Смотрите-ка Нам нужно единственное Наверное, вот отсюда забираем дивизию Плюс отсюда, наверное, забираем дивизию И пытаемся пробиться Также здесь город Если мы его возьмем, будет очень хорошо Наверное, даже сделаю вот так Как-то отсюда Одну дивизию сюда И вот так Так, по ощущениям Просто город очень легко будет держать Да, по ощущениям Капкан захлопнулся Сразу вот сюда можем нажать Чтобы здесь арка побыстрее закончилась А вот это нет Надо прикрывать вот эту провинцию Все же Ну и Так, не так я хотел Ну ладно В целом, вроде нормально Да, прелесть Вот отсюда нужно забрать Вот эту дивизию Которая послабее Вот сюда Нормально Это победа Здесь только нас пропушили Я это видел Потому что здесь равнина Но ничего особо с ним сделать Я не мог Как я и говорил Дивизий нам не хватает Ну что ж Время, видимо, задеплоить Что есть Чтобы зареинфорсить Наши вот эти вот Проблемные территории Впереди надо тут Главное не стесняться Такое реинфорсить Потому что Ну а что нам еще делать У нас строгих вариантов нету В Волгограде Также я вижу проблему Сюда отправляются наши Еще две дивизии Волгоград терять Конечно, критически нельзя Сюда поехать Еще одну дивизию Но по ощущениям Здесь без снабжения Никогда они не пробьют Пускай у них будет Видимость того Что они в теории Могут пробиться И из-за этого Они будут продолжать Нападение Здесь мы провинцию вернули Ее бы, наверное, стоило укрепить Так кто у нас Из этих неопытных Вот этот Послабее туда Ну вроде Фронт состабилизируется Волгоград, конечно же Тоже тремя дивизиями Мы точно удерживаем Особенно после того Как они все укрепятся Укрепляться там Покопаются Прелесть Это, кстати, очень хорошее окружение Нам оно очень поможет Армия Украины Потихоньку сокращается Я уже вижу следующее Наше направление для атаки Идем в Александровск Только, конечно Через нашу территорию Пожалуйста, хватит Отправить дивизию вот так Ну что это? Кто это придумал так делать? А, если говоря, новая авиабаза На нее мы сюда отправляем Наши истребители У нас есть дополнительные истребители И уже штурмовики Все это Будет работать здесь Так, сейчас вот эта дивизия Кто у нас здесь самый слабый? Все сильные Отлично Дивизия сейчас перейдет сюда И будем наносить Вот так вот параллельно этой речке Только вот так надо было наоборот Ну, нормально Пробиваемся Вроде должны успеть до реинфорса Прекрасно И сразу же Вот в этом направлении двигаемся И думаем, что мы можем снять В такой ситуации С защитой Вот это мы можем снять Если сюда они пойдут То они умерли Потому что, ну, прикрывать Обязательно надо Своей территории Это сюда И это сюда Чтобы точно Произошло окружение Здесь поджимаем Все Как я и говорил Видите, сюда Они даже не могут атаковать Здесь мы подплачили Отлично Здесь мы можем даже Вот так вот сделать Наверное И отлично Еще 4 дивизии Наверное, это видео Можно, знаете, как пример Того, как мигрить против бота Использовать И добиваем здесь 4 дивизии Ну, я уже вижу Следующее направление Нашего удара Вот сюда Это не самое хорошее направление У нас откроется здесь Граница Но придется здесь все это дефать Но вот это вот Перейдет, в принципе, туда Так что нормально И здесь, конечно же Намного будет проще атаковать Между лесов мы атакуем Эти леса пробивать не сильно хочется Там еще ижидая орудия Наше будущее Ижидая орудия, как говорится Единственное, что я бы еще, наверное, сделал Какая у меня войска здесь Это попробовал бы Запушить Вот сюда Потому что они заводят туда войска Сейчас мы можем, да Пропушить там Украина решила начать атаку Ну, что я могу сказать Да, неприятно В некоторых местах Но по факту Нас не пробьют Здесь нас точно не пробьют Это фейковая информация Как говорится И это мне, кстати говоря Помогло Обратить внимание На то, что нам надо Матризовать данный хаб У нас не хватает поездов Но Больше одного войны зода На это тратить я не хочу Слишком дорого Ну что, по ощущениям Это тот самый момент Когда нужно пушить Пока еще там все Не до конца укрепились Это еще 4 дивизии Будут в окружении А теперь надо думать Опять-таки Откуда мы можем взять войска Вот, наверное, вот эту дивизию Мы здесь оставляем Мы все еще не будем в окружении Если нам сюда вот ударят Поэтому мы сюда Наносим удар И сюда Перехватываем Если какие-то подкрепления пойдут Плюс сразу сюда Блокируем им отступление То есть, в теории Даже, видите, он сюда отступил Все равно вроде как Все отлично Очень много Дивизий здесь Очень много, я бы сказал В такой концентрации Уже тяжело, на самом деле Пробиться Стоит, наверное, немножко Зачилиться здесь Впрочем, если мы Продолжим пушить Вот в этом направлении То мы сможем И, ага Я, видимо, пропустил Какую-то провинцию В этих миллионах провинций И в нее зашли Добавим сюда еще Две дивизии Вот так вот сделаем И проблем нету Это, я бы сказал Только проблема Украины Что она потеряла Одну дивизию В наступлении Пытаемся здесь добиться И мы смогли это сделать Нужно сразу же Начать душить Здесь дивизии И вот дивизия пускай Душит вот эту Отлично Будет тяжело Но я думаю Мы должны справиться С тем, чтобы их добить Вовремя Да, вот эти новые дивизии Конечно, так себя держат Натиск, но Я их впущу сюда Почему нет? Я их впущу Чтобы лишь потом добить Дальше здесь Получим Здесь Разбиваем эту дивизию Это было на самом деле Сюда идти Ну ладно уже При этом проверяем Конечно же Фронт здесь И здесь вроде все Без изменений Хорошо Здесь также мы дивизии Добили Прелесть И я понимаю Что нам здесь ЖД подрезали Из-за этого Основление здесь Немножко прерывалось Но это временно А Мертвая украинская дивизия Вот здесь Вот это навсегда Ну что ж Потери 11 на 500 тысяч Я считаю прекрасные Ну что Как я и говорил Следующие наши направления Таки вот сюда Поэтому Перетягиваем туда Все, что у нас есть Здесь у нас не так много Вот сюда я уже думаю Могу забрать По крайней мере Хорошую дивизию И тоже Перебросить ее сюда Отсюда Наверное Нет Потому что здесь Видите С нескольких Принцей нападают Неприятным для нас Образом ЖД все еще здесь Я планирую его Захватить Ну и что Товарищи Я думаю Что можно Это было бы Подзавершить серию Мы начали Успешно Нашу контр-атаку В Украине Уже По речке выстроились Сейчас пройдем До Харькова Заберем Наверное Здесь окружение Заберем Здесь ЖД орудие Второе Будем его использовать Наверное Здесь наступление Дальше Это я наверное Сюда не хочу Перемещать Пока что Хотя может И можно Подумаем Посмотрим Может я его Тоже сюда Перемещу Здесь просто Как-то знаете Более маневренная Война Здесь мы просто Тэфаемся Тут как будто ЖД орудие Нам Дадет Кстати можно было бы Еще одно Украсть Вот здесь вот Потом Но это Посмотрим Попозже Ну с вами Ребята был Товгай Надеюсь Подписывайтесь Если вы Ребята Еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарят Видите Скорбуюсь Это все Ребята Как обычно И до скорых встреч Всем пока